МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Стряжей стало больше. Знаменитые лётчики приняли участие в открытии одноимённого детского сада в Чебоксарах. Лучшие из лучших в канун Дня города вручили государственные награды. С новосельем жители Заволжья получили ключи от новых квартир. Маргаушский район с рабочим визитом посетил накануне временно исполняющий обязанности главы Чувашия Михаил Игнатьев. Первым делом руководитель региона проинспектировал работу Коршлыхского дома-интерната для ветеранов войны и труда. Осмотрел помещение, пообщался с сотрудниками и пожилыми людьми. Нарекания учреждения не вызвало, однако. Последние события в Московской области, где в нелегальном доме престарелых стариков морили голодом, показали. Эта сфера должна быть в зоне постоянного внимания. На одного человека, который здесь находится, в год вам сколько обходится по бюджету? Считали? На год содержания вот одного человека? 18 тысяч в месяц. Это 200 тысяч. 200 тысяч. Примерно правильно считаете. То есть вот государство на эти шаги идет. Вот наша задача, задача сотрудников, по крайней мере, чтобы они как у себя жили в единой семье. В мире и согласии, в любви, чтобы у них не было дискомфорта, значит. С этой же целью проинспектировать работу, Михаил Игнатьев отправился в Юськосинский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Условиями проживания и медицинским блоком в Рио-Главычу Ваши остался доволен. Похвалил благоустройство территории и отметил, в скором времени у опекаемых, которые передвигаются на колясках, будет возможность гулять почаще. Лифты устанавливаем. Где три этажа, где два этажа. И у вас проблем не будет. Хорошо, спасибо большое. Хорошие они, удобные лифты. Сейчас такое время, про которое аграрии говорят. День, год кормят. Сельскохозяйственный кооператив «Ударник» специализируется на картофельном семеноводстве. Дела в последнее время шли, неважно. В ноябре прошлого года кооператив признали банкротом. До ноября 2015-го назначили управляющего. Исполнительный директор отчитался. Уборка идет полным ходом. Михаил Игнатьев отметил, несмотря на трудное финансовое положение, перспективы у «Ударника» есть. Кроме профильной культуры, кооператив выращивает зерновые и зернобобовые. На данное время намолочено уже более тысячи тонн зерна. Ольга Пырычкина, Анастасия Лангина, Александр Петров. Республика. Визит в Маргаушский район не ограничился одним днем. Сегодня Михаил Игнатьев побывал в Маргаушской средней школе, где в этом году отремонтирован спортивный зал, принял участие в фестивале меда и встретился с активом района. В преддверии Дня города в Чебоксарах вручили государственные награды. На торжественной церемонии побывала и наша съемочная группа. Главная ценность Чувашии – это талантливые и трудолюбивые люди. Михаил Игнатьев в своем выступлении подчеркнул, что абсолютно всех лауреатов объединяет высокий профессионализм и любовь к своему делу. Дорогие друзья, вы главное достояние города и республики. Благодаря вашим успехам Чувашии движутся вперед. А день рождения города Чебоксары мы встречаем достойными результатами и прекрасными перспективами. Почетную грамоту за подписью президента России получил Юрий Алимов. Ветеран труда вспоминает, что в Чебоксарах он живет 55 лет, из которых его трудовой стаж составляет 51 год. «Разработки, которые сделал я еще в молодости, участвовал в них. Не один я, естественно, участвовал в разработках. Эксплуатируются в энергосистемах России. И зарубежные поставки были, например, на Суанскую, ГЭС. Я в них участвовал. И они эксплуатируются, эти устройства, в энергосистемах России и в других странах до настоящего времени. Среди награжденных были и работники образования, культуры, спорта, политические и государственные деятели. Нельзя недооценивать и вклад, сделанный работниками медицины. Татьяна Спиридонова отмечает, что Центр здоровья городской клинической больницы был открыт в числе первых по всей России. Медицинские работники Чувашии были в этом деле первопроходцами. Учиться было не у кого, но собрав талантливый коллектив, они справились со своей задачей. Мы явились как бы примером для других. К нам приходили смотреть, брать пример с других регионов соседних, с Нижегородской области, Мариэлта, Мордовии приходили. Лауреатам вручили почетные грамоты, благодарности, медали и ордена. Мария Леончик, Александр Петров, Республика. Среди награжденных генеральный конструктор одного из предприятий Республики Владимир Кабаков. Отныне заслуженный работник промышленности Чувашия. Накануне с ним познакомились мои коллеги. Владимир Кабаков конструирует тяжелая машина уже более 30 лет. В свое время молодой парень по стопам родителей поступил в Нижегородский политехнический институт и сразу попал на производство. Тогда, в 1978 году, он и не мечтал стать генеральным конструктором. Сейчас, спустя столько лет, с уверенностью можно сказать, что выбор был верный. Для Владимира Николаевича создание машин – это не только увлекательный проект, но и командная работа. Вся работа была с тех времен, в общем-то, интересной. Создание машин начинается с конструктора, потом это дело подхватывают технологи, производственники, потом машиноправительственные испытания в разные точки страны и иногда даже за границу. Работу Владимира Кабакова нередко отмечали наградами разного уровня, но для него важнее всех поощрений запуск новой машины в производство. Трудолюбие и сохранение традиций машиностроения – две составляющие его успеха. Выдающий воссе конструктора ставят пример молодым специалистам. Владимир Николаевич охотно делится с ними профессиональными секретами. Во-первых, я считаю, что они должны идти по своему интересу. И второе, что все начинается с малого. Может быть, лучше пойти где-то меньше зарплата, но перспектива выше. И где больше получишь знаний. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. Завтра в Чубаксарах пройдет форум молодых предпринимателей по Волжье «Делай свое дело» в ПФО. В программе обучающие информационные площадки, встречи и обсуждения. В пленарном заседании форума ожидается участие уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова. В ходе своего пребывания в Республике Борис Титов встретится с бизнесменами Чувашии. Новый дом в Сосновке обрел своих хозяев благодаря программе переселения из аварийного и ветхого жилья. Левобережные чебоксарцы получили ключи от квартир в доме номер 31 по улице Сосновская. У жителей Заволжья начинается новый этап жизни. Старое ветхое жилье снесли, семьи переселили в современные квартиры. Это значит, что адресная программа по переселению из аварийного фонда на территории города Чебоксары выполняется. Это первый дом, который мы запускаем, но он не последний. Готовятся новые площадки, будут расселены все те дома, которые признаны аварийными. Главное, чтобы пришло качество жизни не только в центральную часть города Чебоксары, но и Заволжья. У Заволжья большие перспективы. В старых домах зачастую полы и окна были перекошены, и щели в стенах, то ветер, случались перебои с электричеством. Новый дом, хоть и небольшой, всего два этажа, зато уютный. Предусмотрено все. В квартирах поклеены обои, установлены стеклопакеты и сантехника. Есть пандусы для инвалидов, детская площадка, вестали о будущих клуб. Остались только приятные хлопоты. Всю ночь не спала. Вчера думаю, кухню надо заказывать, старую ничего не возьмем. Все новое. Мне очень нравится, что стены ровные. Я мечтала об этом. Всего по программе переселения из аварийного жилищного фонда до 2017 года в Чебоксарах будут построены 2258 квартир. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. В канун Дня города самые юные горожане и их родители получили особенный подарок. В северо-западном районе Чебоксара открылся новый яслисад Стрижи. Поздравить малышей с новосельем прибыла и элитная пилотажная группа из Кубинки. Этого события с нетерпением ждали все жители микрорайона Волжский-3. Новый, удобный и современный яслисад распахнет свои двери в новом учебном году. Назвали этот садик в честь пилотажной группы Стрижи. А это значит, что юные чебоксарцы с раннего возраста будут знать, что первым делом самолеты. Полагаю, что с этого детского сада появятся достойные и государственные деятели, и общественные деятели, и летчики, которые будут летать на истребителях, как МиГ-29, уже современные модификации есть. И будут защищать, охраняя и воздушное пространство, и границы нашей любимой России. Яслисад предназначен для детей младшего возраста. Около 180 малышей смогут получить здесь необходимые навыки и знания. Дочка Ольги Казаковой совсем скоро пойдет в этот детский сад. Ну а сегодня малышка вместе с мамой посмотрели будущий дом. Группа очень хорошая. И кроватки хорошие, и игрушки новые. Дети много игрушек играют в соседней группе. Мы уже поиграли. Чуть-чуть в игрушки посидели, пазлы пособирали. Очень хороший музыкальный зал. Нам все очень понравилось. Детский сад построили в короткие сроки. На строительство дошкольного учреждения потребовалось чуть более семи месяцев. В Яслих есть все необходимое для развития малышей. Это и музыкальные, и спортивные залы, кабинеты логопеда и психолога. Все соответствует принятым стандартам. На улице тоже будет где разгуляться. Спортивные и игровые площадки ждут юных чебоксарцев. Воспитатели планируют прививать любовь к самой крылатой профессии с раннего детства. Малыши уже собирают игрушечные модели самолетов и вертолетов. Вполне возможно, что в будущем эти же ребята смогут сконструировать настоящий летательный аппарат. Очень прекрасный детский сад. Современный, красивый. Очень все нравится. Я бы своих детей с удовольствием сюда отдал. Это очень почетно для нас. Мы чувствуем ответственность. И будем не подводить. Надеюсь, что те воспитанники, которые выйдут из этого детского сада, тоже будут с честью помнить о том, что учились в детском садике стрижей. Проблема чередей в дошкольные учреждения с успехом решается. Каждый год в Чебоксарах появляется все больше детских садов. После стрижей на очереди новые дома для дошколят в микрорайоне Финской долины и по улице 50 лет Октября. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. В Чебоксарах еще одним стадионом стало больше. Сегодня учащиеся 4-го лицея отметили день рождения новой спортивной площадки. Окончание строительства этого стадиона жители района ждали с нетерпением. Ведь теперь в шаговой доступности есть собственная спортивная площадка. Новый стадион уже посетили первые лица города и республики. На самом деле, вот мечта сбывается, мы все находимся, видим по ночью и убеждаемся, что этот стадион прекрасный, современный, сделан, построен, короткие сроки, все условия для того, кто хочет заниматься, прогуляться, продержаться, потянуться. Все условия есть. Гостей лицеисты встретили ярким флешмобом. Кстати, здесь обучаются юные хоккеисты, баскетболисты, футболисты и другие победители республиканских и всероссийских стартов по фигурному катанию, лыжным гонкам и биатлону. Им и доверили открыть стадион. Я вас поздравляю с днем города и поздравляю вас с открытием этой замечательной спортивной площадки. Я думаю, что вместе мы с вами подумаем и придумываем что-то еще, чтобы во всех школах были такие спортивные залы, причем неважно, это город или это поселок, село, и чтобы в каждом дворе были такие площадки. Ну и для нас, конечно, очень важно с вами побеждать. На реконструкцию этого стадиона было выделено порядка 31 миллиона рублей, как из республиканского бюджета, так и из федерального. Здесь есть футбольное поле с искусственным покрытием, которое уже оценили представители город-администрации. Они сыграли футбол с гостями Чувашии, пилотажной группой Стрижи. Сами ученики и их родители опробовали все – баскетбольную, волейбольную, хоккейную площадки и, конечно же, беговые дорожки с синтетическим покрытием. Это очень важно, потому что нам теперь есть где заниматься, будем больше времени уделять спорту. Можно просто так выйти, например, погулять и на этот стадион зайти и во что-нибудь поиграть, баскетбол, футбол. Наконец-то теперь появились нормальные турники, можно подтягиваться хорошо. Ну, это очень важно, потому что нужно физически развиваться. Подобный стадион, он давно уже был нужен в нашем юго-западном районе, потому что и дети, и взрослые все хотят заниматься спортом. И особенно наши ученики, ученики нашей школы. Но теперь у нас есть где заняться спортом. Я думаю, не только школьники, но и жители все окрестные будут сюда приходить и заниматься. Этот стадион станет важным как для занятия спортом детей, так и родителей. Мы тоже будем приходить сюда, заниматься по мере возможностей. Очень хороший стадион. Планируется, что уже в будущем учебном году спортивное сооружение получит статус межшкольного центра тестирования комплекса ГТО. Поэтому пустовать стадиону никто не даст. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Международная ассоциация легкоатлетических федераций утвердила логотип командного чемпионата мира по спортивной ходьбе, который пройдет в Чебоксарах 7 и 8 мая 2016 года. Год назад Кубок мира по спортивной ходьбе решили переименовать в командный чемпионат мира. Таким образом, в 2016 году чебоксары первые в мире примут соревнования ходоков с новым названием. На соревнованиях разыграют 5 комплектов наград. На дистанции 10 километров у юниоров и юниорок, 20 километров у мужчин и женщин, 50 километров у мужчин. В субботу в Чебоксарах начнется празднование Дня города. На певческом поле стартует фестиваль воздухоплавателей. На Красной площади утром молодые креативные семьи примут участие в фестивале «Аистенок». А после обеда на главной сцене пройдет концерт «Чебоксары. Город славы трудовой». А в 8 вечера на стадионе «Спартак» сильнейшие представители единоборств поборются за звание лучшего на Кубке чемпионов. А 16 августа праздничные мероприятия можно будет посмотреть на нашем канале. У чебоксарских школьников появилась уникальная возможность узнать об одной из самых крылатых профессий – профессии летчика. В этот четверг и пятницу в Чебоксарском аэроклубе пройдет фестиваль патриотов, где ребята научатся укладывать парашюты, посмотрят на боевые истребители и зададут вопросы пилотам группы «Стрижи». Мест для романтических прогулок стало больше. В парке «Пятисотлетия Чебоксар» появилась лестница влюбленных. Торжественное открытие нового комплекса состоится в пятницу 14 августа. Также в этот день откроется новый детский сад в северо-западном районе Чебоксар и новая спортивная площадка. Для любителей активного отдыха на стадионе «Спартак» состоится Кубок дружбы, а на левобережном пляже будет проходить фестиваль пляжных видов спорта. Подняться в небо на воздушном шаре, увидеть самые необычные детские коляски, прогуляться по творческому бульвару можно будет в эти выходные. Чебоксарцев ожидает яркая и насыщенная программа. По традиции основные мероприятия пройдут на Красной площади. В этом году сюрпризом для горожан станет выступление группы «Звери». Завершатся массовые гуляния праздничным фейерверком. Сегодня в нашем эфире смотрите интервью по существу. Гость в студии – депутат Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршинова. А я напоминаю, в эти выходные чебоксары в 546-й раз будут отмечать свой день рождения. Мы с удовольствием приглашаем всех горожан и гостей столицы на празднование Дня города. Самые интересные мероприятия вы сможете увидеть и в эфире национального телевидения Чуаши. Отметим наш праздник вместе. А я Галина Титарчук с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!